В Москве завершился международный фестиваль военных оркестров «Спасская башня». В этом году в нём приняли участие музыканты из 11 стран. Спрос на билеты был так велик, что организаторы решили расширить программу. А зрителям впервые доверили выбрать лучших исполнителей. Репортаж Марины Булаги. Десять дней маршей и вальсов в исполнении лучших духовых оркестров со всего мира. Всё это время фестиваль погружал зрителей в атмосферу офицерского бала. Почти полторы тысячи участников из 11 стран приехали в этом году на «Спасскую башню». Карабинеры Монако удивляют всех сочетанием классики в исполнении духового оркестра и электронной музыки. Мексиканская банда «Монументаль» предложила зрителям принять участие в карнавале. Через пару минут на сцене уже восточная сказка. Поднятые к небу сабли символ Амана рассекают воздух. Голландский оркестр на велосипедах – коллектив, который организаторы «Спасской башни» ждали давно. Специальный ремень держит мою трубу, поэтому я одной рукой могу подносить её к рту, а другой управлять велосипедом. Каждый день представления у стен Кремля. Тысячи зрителей, выступления и на других столичных площадках – в парках, на вокзалах, площадях, где музыканты мгновенно оказывались в плотном кольце прохожих. Я счастливчик. Это мой уже четвёртый фестиваль здесь, в Москве. В этом году он ещё красочнее и разнообразнее. В последний день фестиваля сразу два представления – дневное и вечернее. Главная звезда «Спасской башни» Мирей Матье выступила на обоих. В этом году на Красную площадь, как истинную королеву, её доставили в карете с запряжённой четвёркой лошадей. Зал подпевает французской звезде, и зрительские трибуны загоряются тысячами огней. Над Красной площадью дым и запах пороха – это выступления женевских гренадеров. Итальянские берсальеры не маршируют, а в буквальном смысле играют на бегу. И финал представления «Прощание славянки» в исполнении всех участников фестиваля. Тысячи огней осечают небо над главной площадью страны. Яркий, звучный, невероятно романтичный офицерский бал подходит к концу. А вместе с ним красочным салютом завершается и одиннадцатый фестиваль «Спасская башня».